Что делаем? Я наливаю себе добрый кола без сахара, со льдом. Слушай, я люблю колу с сахаром, но после того, как мне исполнилось 34 года, не 33, 34, я внезапно понял, что я постарел. И поэтому теперь у меня после сахара на утро похмелье, даже если я не бухаю. Вот, это подстава. Никогда не становитесь 34-летними. Это не то же самое, что 33, серьезно. Расскажи, как в Туре у тебя дела были? Слушай, в Туре было охерительно, там было много разного. От некоторых городов я, возможно, испытал реакцию. Я не буду говорить точно, я не буду говорить на каких городах, потому что мало ли, ну, типа, пусть они думают, пусть они знают, знают, знают все, да, что там было. Вот, в целом, мне очень нравятся региональные концерты, потому что ты можешь выйти и пообщаться с людьми, прям реально пообщаться. Все прячутся в гримерке на столичных концертах, вот, а на региональных можно прям выйти, поговорить с народом, там людей не так много, со всеми пообниматься, потусить. Это прям душевно очень, а здесь времени на это нет просто. То есть, хочется после чека, не знаю, засесть вот в эту жаркую, очень жаркую гримерку и оставаться здесь до самого начала концерта. Сделай, сделай переход какой-нибудь. Давай. Мне вызывает столько вопросов. Кто это? Суратый пингвин. Чумной, слэш, чумная медсестра. Он должен меня... И очень неудачно во сне брыкнулось. Кровь из носа, все штаны в этой крови. Бля... Коля скачал первый сезон Twistpicks на ноутбук. Мы хотели узнать, кто убил Лору Палмер. Кстати, я до сих пор не знаю, если кто-нибудь из вас мне скажет, кто убил Лору Палмер, я четвертую этого человека. Ван Кизда, я горю. Удалю нахуй с чата. Самая угарная ситуация на этом туре, самая угарная ситуация на этом туре для меня была в Краснодаре, когда, значит, мне захотела подарить девушка из первого ряда, захотела подарить цепочку. Я такой, ну, типа, если ты мне даришь цепочку, вот ты приходи на сцену, я вытащил ее на сцену, ну, тогда мне ее и застегни. И зал в этот момент в Краснодаре сходи с ума. Следующие 15 минут меня, как цыгана, закидывали цепочками, краслетами, кольцами. У меня вот так вот было что-то 10 просто на эти самые. Мне пришлось каждую вытащить на сцену. Мы сорвали концерт. Саппор, ну-ка, идите сюда. Вы немного с другой стороны вещи-то усмотрели. Какая у вас была самая угарная ситуация в туре с вашей стороны? В Воронеж. Хотите, хотите узнать, что было в туре, спросите Саппорт. У нас билеты вкупленные, в «Ласточка» весьма бьёбищная такая, ну, то есть типа Сапсаны, которые из Москвы и Питера гоняют, они классом выше намного эконом-класса. А в этой «Ласточке» в ней, знаете, есть столики откидные, они там просто выломаны. То есть такое ощущение, что те, кто за РЖД или кто это, ну, это РЖДшная лачка, они такие, этот эконом-класс должен быть реально экономом. То есть они должны страдать. Вы называли это поезд страданий. Ещё что интересно, там отсутствовали шторки и светило солнце, яркое южное солнце. А у меня сломались очки мои. Туалет был, в начале поезда мы сидели в конце. Это было ужасно. И, собственно. Мы вообще случайно взяли, поменяли билеты, было ровно четыре места, оставшиеся на весь поезд. Я смотрю, ещё рядом. Ну, надо брать. Я взяла. Я даже вообще не посмотрела. Я взяла цены не посмотрела. Я просто не посмотрела. То есть ребята должны приехать на другом поезде. Мы такие, так чё, другой поезд, поехали вместе. Они такие, так мы уж миллионеры, блядь. Поэтому давайте поменяем. Да, поэтому они сдают билеты, покупают последние четыре билета. Мы такие, класс, отлично. Последние четыре билета купили. Как раз успеем. Забили весь поезд, да, ребята? Круто. А потом оказывается, что они в бизнес-плассе. Что они нам принесли чай. У них был туалет. У них был шварский чай. А сейчас мы будем фотографироваться с нашими любимыми зрителями. Которых мы любим, несмотря ни на что. Привет, привет. Моя рука зажила. Я больше не буду портить твои кадры. И чё, ты готов к концерту? Чё будет интересного? Да, я готов. Вообще заряжу на пол. Будет полный разъёб, я считаю. Где будет концерт лучше? Здесь или в Москве? Ты провокатор. Я, конечно. Ты как человек, который не слышал букву Oscar X. Чё скажешь? Я пока не понимаю, честно, что происходит. Но мне нравится. Чё пьёшь сегодня? Ну, что увидишь, что нашёл, то и пью. А, ты прям не стесняешься. А чё так? Чё пожелаешь людям, которые будут смотреть этот влог? Ну, не знаю. Не болеть. Да у меня живот болит, что ли. Живот болит? Блин. Это потому, что пацаны говорят, что сейчас какой-то новый ковид. Они все заболели, а у меня только живот болит. Да. То есть с ними лучше не здороваться? А уже всё. Ты уже поздоровался. Поздно, да. Всё, конец. А ты будешь разъёбываться? Естественно. Прямо до последнего. Она бэкстейдж, она будет пафосно стоять. И курить в стороне. Да, курить в стороне. Это мои пацаны. У тебя это какой по счёту концерт? Твой первый. Первый? Да. А у тебя какой? Одиннадцатый. Кто? Это так странно. Здесь собрались просто деды и духи, да? Типа человек в бэкстейже начинает на первом концерте, а начинает на одиннадцатом концерте. Пять советов, которые ты дашь молодому поколению, которое первый раз на концерте. Давай. Продолжай. Во-первых. Обнимать можно. И киснуть можно. Ну ты, а знаешь, что здесь? Да. Девочки, ваши впечатления? Я тут мяу. Просто мяу. Мяу. Просто мяу. 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 Просто мяу. Скажите, подстоишь стоить этих денег, которые вы за него платите? Одна знать. Отдавайте все свои деньги. Почему? Почему? Вы сможете пообниматься с Тимом? Да. Вы сегодня не на алкоголе, да? На энергетиках, я смотрю? Мы всегда перед концертом не управляем. Увидишь, что нашел, то и пьешь. Вероятно, их уже не положили. Если нет мёртвы, значит, я их положил. Она клёвая. Вот кто? Меня это зрубает. Давай с тобой поставим. Давай на камеру. Николай. Очень приятно. Я больше не снимал. Здравствуй, небо, во благо! Здравствуй, юность! Здравствуй, красава! Здравствуй, красава! У меня сейчас. Я вам так скажу. Это нихуя не барпер-шоп. Это другой вид мужской дружбы. Тюкет посинимого, а там тоже есть. Да? Еблочки, мишарочки, сердце упрашивает. Тём, голову гадаться. Я сам! Артём, ваянички надо? Это Миша Логан сейчас повреет. Логан, если брить будешь ты, я согласен. Арс это все наснял. И это войдет в блог. На авторпати в Москве, да? На авторпати в Москве. Блин, Логан, нет. Мне не побреют яйца в 33 на дне рождения. Нет. Не мужик. Все. Может, пора уже открывать новые горизонты. Слушайте, в конце концов я крашу глаза. Чего еще ожидать? Пару слов. Переживаешь, волнуешься. Как настроение? Я не переживаю и не волнуюсь. Я просто начинаю всех бесить и носиться туда-сюда. Ты паникуешь, что ли? Нет, я не паникую. Я этого не ощущаю, но со стороны это выглядит так, как будто я паникую. Но на самом деле я не паникую. Это не паника, перестань, перестань, хватит. Это не паника. Сейчас будет очень интимная часть. Мне слышно в этих ушах. Я слышно в зал кричу. Я слышно в зале. Так, кто? Это хуйня не падает. Секс. Там кричат. Азелья, рэкс. Вот. Вот. Интимный контент. Интересно. Уже два интимных контента. А что будет в Москве? Ох, что будет в Москве? В Москве будет пиздец, скорее всего. Ожидание есть? Ты понимаешь? Да, я бы сказал, что надо. Я ожидаю, что после этого концерта я... После этого и этого концерта, потому что не забавьтесь, что меня на вопрос в Москве или Питер. Я просплю два дня. Как минимум. Это домашний концерт. У меня повышенный уровень ответственности, но у нас все очень-очень сложно. Поэтому будет такая конфеточка сегодня. Такая конфетка. Давайте. Давайте. Обровольчик у нас не идет. Извиняюсь. Ой, бацаны, вы что, открываете? Кур! Опа. Я успел. Слава богу, я успел. За моей спиной Влад Барабанчиков. Аплодисменты. Острологи, ружья, очаги. Илья, гитарист. Коттрофрик, малой. И вот эти двое на сцене играют так, что мне вас плохо слышно. Не закрывай глаза, я в доме рису ушла. Когда я чувствую боль, мне легче. Не верят моим словам разбитые зеркала. Я в их остолках останусь навечно. Смертые простыни, свой законные стекла. Безумие точится. Крутит циферблат в обратную сторону. Эта комната гроб для моего одиночества. Я смотрю на них со стороны, как тень. То, что ты проживаешь, я узнаю из статей. Я не верю, что я тебе необходим, как свет. Но я не смог убить в себе преданность темноте. Кто тебе нарисовал под глазок руки? Почему ты по ночам больше тоски? Никому, кроме тебя, себя не спасти. Перечись, люби. Перечись, люби. Кто тебе... Вообще, давай, твои ощущения по поводу концерта. Это в первый раз на Аспире? Да, я в первый раз. Ну, не, я типа знаю песни, но именно на концерте первый раз. Я очень сильно удивился, что моя любимая песня исполнялась не в конце, а что она исполнялась в второй. На букву Ш, потом Р. Я не скажу, что за песня, а то напишите в комментариях. Короче, хороший концерт, хорошая публика. Все очень понравилось. Отлично. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы вместе не бояться дышать и жить. Вместе научись дышать и жить, чтобы не бояться дышать. Не бояться дышать. Аспирис! 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 Спасибо! Ну, давай, твои ощущения, концерт. Да разъеб. Концерт абсолютно бомба, как я считаю. Но, ты знаешь, когда ты находишься на сцене, у тебя все-таки шестеренки крутятся больше, чем эмоции. И ты больше обращаешь внимание на какие-то технические детали. Поэтому, как это на самом деле прошло, я увижу только потом на видео. Вот со стороны. Тогда я увижу вот насколько. Потому что мне говорили, что зал просто бешеный. И да, похоже, это так, но тебе никогда недостаточно на сцене. Тебе всегда хочется больше, всегда хочется еще громче. И как это на самом деле прошло, я пойму только потом, наверное, вот со стороны посмотрев. А так, по личным ощущениям, это было охуенно. Как тебе концерт? Как прошло? Чем доволен, чем пиздец? Мне пиздец зарядило. Я пиздец доволен вообще всем, на самом деле. Мне вам сильно понравилось. Мне сегодня приснился сон. Вот, сны рассказывать моветон, запомните это. Но я свой расскажу, потому что я клевый, я рок-звезда, что вы мне сделаете? Вы это по видео смотрите. Мне приснилось, что наш концерт совместили со свадьбой. И я решил потроллить тамаду, и меня выгнали с этой свадьбы. Да? Да, да, да. Охуенно, я заряжу. Все, займись. В Москве спрошу, что лучше, Питер или Москва. А, я не отвечу. Я найду, как слиться. Я буду два дня думать, как слиться. Привет, давай познакомимся для тех, кто тебя, может быть, не знает. Доброе здоровье, дорогие друзья, телезрители и вообще замечательные люди. Меня зовут Алексей Мужевский. Он же Порт-Авеню. Тут, кстати, написано. Все как положено, чтобы вы понимали. Как прошел концерт для тебя? Твои ощущения? Ты же был в зале по-любому. Да, конечно, я был в зале. Тут что-то скажешь. Красота. Всем привет. Да, именно сегодня, 26 числа, концерт Аспир Икс. Да разверзлись небеса. Просто все заплакало из-за того, что не смогли все люди мира попасть на концерт Аспир Икс. Так, что происходит в гримерке? Скажи что-нибудь. Привет. Этот отдел, который в 8 городах проехал. Передай привет, пока. Логан, как дела? Отлично. Привет. Артем быстро уговаривает, что другие города ехали. Такое хорошее настроение. Что? Хорошее настроение. У меня, ну да, я надеюсь, он не испортится к шоу. Мы чуть не подписали полторы или две сотни афиш с даты 18 февраля, которые нам распечатали к этому концерту. Юля, там моргончик пришел. Привет, конечно. Чем, чем... Смотрите, это Юля. Я еще не выпила. Ты еще не выпила? Слушай, я тебя сегодня на сцену пьяной не пущу. Ну ладно, я немного. Немного можно? Смотри, какой у меня стол модный сегодня. Вот это... Перевернутый крест. Так, рум-тур по столу. Да, рум-тур по столу. Какой чудесный стол. Ты сам его сделал? Заказ там? Это на самом деле мы заказывали у дизайнера известного. Я имя не назову, потому что рекламы не ждали. А, две миллиарды. Да, в общем... Спасибо. Ай, спасибо. В общем, обошлось примерно в 2 миллиона евро вот это. Стоповый дизайн. Все. А пускай зрители догадаются, что это за дизайн. Нет? Да, пусть догадается. Расскажи про процесс настройки барабанов. Вон, тут получается, есть барабан. Нужно настроить два пластика сверху и снизу так, чтобы они резонировали и получался более-менее какой-нибудь вменяемый звук. Чтобы не гудело ничего, чтобы звук был такой четенький, шелчок. Это сложно делается? Ну, когда я на опыте, в принципе, ты уже понимаешь, что куда крутить нужно. Когда есть тюнер, еще легче. Песня. 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 Я вижу вашу руку, говорю вам, пожалуйста, задавайте вопрос, и вы задаете. Можете говорить погромче, здесь в целом вас слышно. Есть ли какие-то ко мне вопросы сейчас? Тогда я скажу. Это Василиса, наш организатор сегодняшний. Она очень переживает, чтобы все прошло нормально, но мы-то с вами знаем, да? Я верю вас. Мы с вами не первый раз на пресс-конференции, не первый раз на концерте. Ну, спасибо тебе большое за старание и за заботу. Я тебе ненелый бук, к сожалению, за заботой, весь вибродозом Даши механики. Тогда пригласи вопрос. Зачем вы сюда пришли? Чего ожидаете от концерта? Отдохнуть? Я в разный отпуск. Хуй тебе. Отдохнуть не получится, это точно. Не получится отдохнуть. Не дам. Не дам. Ну, наверное, уже получу. Не дам. Физически точно нет. Эмоционально, да. Эмоционально, релаксом, обеспечиваю. Ну, как, сначала, конечно, пожрем битого стекла, там, все дела. Поплачем, посмеемся, а потом отдохнем. Это да. Я в прошлый раз была лохом, я делала лазинка, но я не знаю. Спасибо. Аааа. Ух ты, спасибо большое. А это что? Свечи, как в прошлый раз, только другие вкусы, да. И чай, да? Конечно. Серьезный чай за смеси. Спасибо, зайка. Спасибо. Спасибо, спасибо большое. Вот, а не досталось афиш. А, за стол. Не можем. Ух ты, прикол. Смотри-ка. Смотри-ка. Очень забавная история. Прикольно. Вообще не ожидал такого офигенного комьюнити, который вот новичка вот так вот примет. В общем, ребят, надеюсь, мы с вами все будем дружить и не раз увидимся на концерте. Потому что комьюнити не издрак, да лучше. Я все сказал. Спасибо. Спасибо. С посвящением тебя. Спасибо. Настоящий, а те книги первые? А где костюм? И хорошо, что в нем. Одно слово для Астерикс. Любовь. Одно слово для Астерикс. Удача. Одно слово для Астерикс. Восхищение. Два слова для Астерикс. Мое солнышко. Слово для Астерикс. Артем, мой муж. Слово для Астерикс. Я надеюсь, будет круто. Мы приехали прямо из Биска для того, чтобы сказать, что он крутой. Ого. Ого. Прямо вдвоем приехали? И небольшой призер. А что это такое? А там свечка ручной. Что, как думаешь, что будет круче Москва-Питер? Ты слишком хорошо сформулировал вопрос. Блин, я готов... Мне кажется, что именно сейчас я могу сформулировать этот ответ. И, в общем, дело в том, что... Смотри. Еще, еще, еще громче. Это последний концерт. Я голос не берегу. Я хочу устроить максимальный разъем. Максимальный разъем. Потому что... Максимальный разъем. Вот у меня такой устроен. Мяу. Последний концерт. Ну, в смысле. Будет разъебалово. Мы брем на сцене и воскреснем снова. Его разъебейшество. А там посмотрим, кто лучше Москва или Питер. Пару слов для потомков. Да, потомков. Я просто с тобой издеваюсь. Да. Говори, что ты не знаешь. Говори давай. Пожалуйста. Сегодня, кстати, очень хороший клуб. Прямо все замечательно по звуку. Барабаны звучат прекрасно. Мокал тоже. Получилось все вовремя отстроить. Даже протереть драмшилд за 15 минут до выхода. Вот. Так же история. Какая история. В остальном... В остальном, я думаю, ребята профессионалы не смеются. От меня нужно только вот так вот. Хочек не делаться. Но, конечно, больше меньше. Все? Да. Меня запомнили. Спасибо, друзья. Этот тур вернул меня к жизни без преувеличения. Я вспомнил, кто я такой. Как будто бы вернулся на свое место. Как будто бы стал тем или вернулся в того меня, который должен быть. Потому что, когда ты видишь, насколько люди это ценят, то, что ты им приносишь, у тебя повышается ответственность. Потому что эта ответственность включает больше, чем тебя. Это не только за себя. Это ответственность за людей, которые приходят слушать музыку и получают от этого что-то и делают это ради чего-то. То есть многие люди приходят туда на концерт, для того, чтобы отместить какие-то эмоции, напитаться какой-то положительной энергией. И вот за них ответственность ты тоже чувствуешь. Когда ты несешь ответственность за что-то большее, чем ты сам, тогда ты сам становишься шире, шире больше, как личность. Вот это очень круто. Так что этот тур вернул меня к жизни без преувеличения. И сегодня, сегодня будет самая-самая финальная точка. Или гран-финаль. И это будет потрясающая шоу. Ну, кто? Давай, повторим. Раз, два, три. Ху! Это сон или бэк-три? Током по глазам тик. Пока по телеканалам меня называют фри. Феномен на прайм-тайм. Для первых полос на сайте папирусным алгоритмом. Скормен поисковиком, пока я на балконе лбом. Вытвабливаю одно, съедая себя за то, что хоть кто-то со мной знаком. За то, что снова не треслый, что пропал интерес. И взять себя бесплатным без регистрации и смс. Это сон или бэк-три? Это сон или бэк-три? Игра. И дай привет маме. Мам привет. На концерт. На работу! Мы будем гореть в воду! Мы будем гореть в воду! Всем мы будем гореть в воду! Всем мы будем гореть в воду! Наш мемератор ААА спросит, что надо что-нибудь для блога. Это охуеть! У меня как всегда казалось, что, знаете, это насколько нужно быть и насколько нужно реально любить музыку артиста, чтобы оказаться сегодня, допустим, на концерте где-нибудь в 13-м ряду. Когда перед тобой 12 рядов и за тобой еще 20. Да, вот это самый трэш. И получать от этого удовольствие. Вот насколько надо быть, насколько надо любить музыку артиста. Блин, это, конечно, вот это заставляет преклоняться перед зрителем. Слушайте, а пока ты такой немножко спикинг, мы решили от команды ГНГ тебя поздравить с отступающим днем рождения. И мы знаем, что очень важно, чтобы человек умел мечтать и загадывать желания, поэтому ты можешь уходить. Поэтому мы тебя сейчас просим загадать заметное желание, которое ты хочешь. И в целом наша команда очень рада, что мы работаем вместе, и ты крутой. И это вот от нас такой мини-презент. С днем рождения! Спасибо! Спасибо! С днем рождения! Что пожелаешь, Тима? Я, я, я желаю всего самого... Да нет, на самом деле мы от всей команды ГНГ желаем, чтобы Артем развивался творчески, чтобы он в целом не терял вообще вот этот весь свой настрой и мотивацию для того, чтобы творить для такого огромного количества людей. Мы со своей стороны верим, мы желаем всего самого лучшего, будем всегда помогать. Вот так что с любовью от ГНГ. Ну, в общем, это полностью оправдало и превзошло во многом ожиданиях, я скажу так. Это был по праву очень-очень-очень сильный, очень эмоциональный концерт. Я всегда проверяю степень эмоциональности концерта на песне «Дожайте жить». Если я хочу заплакать вместе с людьми, которые стоят, значит, все в порядке. Я сегодня хотел. Я чуть не зарыдал на первом припеве, пиздец, это правда, это перезабытый мотив. Сейчас работал. Стоит, знаешь что? Ну-ка, твои впечатления от концерта? Месяц застоя без концертов у меня был. Я пришел на ТВ в Питер. Я так вдохновился, я вадушевился, решил уволиться с работы. Все-таки. Вот. И сегодня понял, что 100% буду уволяться. И ты мне дал новую жизнь. Теперь я опять буду все снимать. Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, братик. Ты очень крутой. Спасибо. Спасибо, ты тоже. Спасибо большое. Таня, ваши. О, боже мой, как неожиданно. О, ну у меня много обратной связи. Положительная, отрицательная, как директорам и полагается. На камеру не все буду говорить, но вообще ребята молодцы. Все молодцы. Тим, звезда. Коля. Аджигал. Просто огонь. Влад. Кстати, в рубке, где звук и свет и все такое, местный световик сказал, блин, барабанчик прям крутой. Ничего лишнего. Это правда. Это правда. Да, умничка. Спасибо тебе большое. Спасибо вообще всем, ребят. Очень круто было. Возвращайте. Меня забрали работу. Мы даем вам работу. Да, обратно возвращайся. Таня, мне сколько? Что лучше? Питер, Москва сейчас? Наконец-то я могу ответить на этот вопрос. Я... А не убежать, да? С днем рождения, красоты, метр сетки. С днем рождения, всего самого наилучшего. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. И что пропало интерес, искать себя бесплатно без регистрации и смс. Это сон или бэкстрип, током по глазам тик. Пока по телеканалам меня называют фри. Феномен на прайм-тайм для первых полос на сайт. И папирусным алгоритмом, скорбен поисковиком. Пока я на балконе убам, выплавливаю огно, съедая себя за то, что хоть кто-то со мной знаком, за то, что снова не тресл. И что пропало интерес, искать себя бесплатно без регистрации и смс. Я объясню, что ты либо вершина, либо свиной, или ты пан, или пропал, или в гору, или на дну, не втирали такой раз. Вместе за парным столом, посыпая кайфинг, отдыхая дым, насоливая полоса. Это оргазм. Очень хотелось бы сказать спасибо своим музыкантам, Коле, Илье и Владу. Это огромные аплодисменты, это вам, ребята. Без вас всего этого не было бы. Очень хочется поблагодарить всю команду, которая работает сегодня и пытается отдохнуть, но все равно кто-то работает. Андрей, А, Станя, все остальные. Сапр, спасибо вам большое. Банни Икс, ребята, вы лучшие. Спасибо большое. И я хочу сказать спасибо ребятам, которые организовали это все. Потому что я не был к такому готов. Я не был готов к тому, что мне нужно будет выходить. Потому что не потому что это нужно, а потому что я чувствую, что я выхожу, что мне нужно выйти и что-то сказать обязательно. Мне хочется это сделать. И я не могу подобрать правильных слов, потому что это такой сюрприз, и так неожиданно. Но я искренне благодарен каждому человеку, который здесь находится, за то, чтобы сделать это возможным. Это лучший, лучший день рождения в моей жизни, если честно. Спасибо вам большое. Если только у вас правильно, тогда я хочу выпить за вас, ребят. Спасибо вам большое. Спасибо. Всеми желаю того, что... Желаю себе, чтобы мы росли, были большими, становились крупными и были профессионалами своего дела. Я пришел на этот батл. Для того, чтобы победить. Это лучший день рождения в моей жизни. Эти прекрасные люди здесь собрались, и они получают удовольствие, и к этому как-то причастен я. Вот, поэтому это было прекрасно, и я буду об этом... буду пасхавать. Как будто я тур проехал, если ты говоришь, сегодня прям... За один день. Круто, очень тепло. Тебе понравились подарки? Да, 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 да. Да, 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 да. У тебя были подарки? Люди, подарки, все. Я не знаю, я еще не могу это отрефлексировать, поэтому мне очень трудно давать финальное интервью. Мне очень трудно отрефлексировать то, что произошло. Спасибо. 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 Вот, очень круто. Пусть его теперь в твоих руках не потеряй его, и не сломай. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok